Ребята, ну сначала об актуальном. В инстаграме писать пока не могу ничего, текст не принимает, заблокированы комментарии, лайки. Надеюсь, это временно, все пройдет, пока будем общаться в режиме видео. Итак, из последнего что? А вернее, это я должен вам был показать первым. Хочу вернуться к началу путешествия, меня часто спрашивали, покажите, какая у вас вилла была, где вы жили. Ну а для самых любознательных, для всех, кто досмотрит видео до конца, расскажу, сколько она стоила, где я ее приобрел, как покупал. Ну и может это вам будет тоже полезно. Смотрим видосы, ставим лайки, пишем комментарии. Ну да, кстати, у меня на ютюбе тоже есть канал, не забывайте и туда заходить. Сейчас у меня вся информация в сторисах. В постах не могу ничего писать. Поэтому не забывайте заходить в сторисы. Всем привет! Сегодня я вам покажу, как выглядит наша вилла. Начал я прям с заднего входа, откуда мы всегда въезжаем на своем мини-мобильчике. Посмотрите, как смотрится дорога, которая ведет к нашей вилле. Это деревенские дороги между каких-то полей. Там растет виноград. На заднем дворе у нас тоже, смотрите, какой-то ритуальный уголок. Это пруд. Небольшой пруд с кувшинками. Это въезд сразу же на две виллы. Вот наш автомобильчик. Его вы уже знаете. И здесь на заднем дворе всегда находится охрана и обслуживающий персонал. Их практически никогда не видно, за исключением того времени, когда там они готовят завтраки, убираются. Я, кстати, здесь тоже ни разу не был еще. Там тоже есть проход какой-то. Ну, в общем, это хозяйский уголок. Но мы его не могли не показать. Даже хозяйский уголок обрамлен вот такими интересными фигурками. Ну что, идем дальше? Идем дальше. Везде столько растительности. И нужно немного даже пригибаться. Заходя к нам на виллу, мы можем зайти вот здесь. И слева мы видим дверь. Центральную дверь, которая ведет на виллу. Либо вот здесь справа кухню. Вот она кухня. Давайте посмотрим, что есть на кухне. На кухне есть все самое необходимое. Холодильник, микроволновка. Печи. Тостера. Ну, вон Димон здесь ходит. Водку пьянствует. Татьяна Александровна. Привет! Татьяна Александровна водку пьет. С морщинь недолго. Я только с массажа. Только с массажа. С массажа очень хорошо. Когда на вилле места много, то народ как-то весь по своим делам разбредается. На вилле четыре больших спальни. Спальни я покажу вам. А сейчас давайте посмотрим двор. Двор я уже как-то фотографировал. Вот здесь посредине. У нас живут здесь черепахи. Не знаю, удастся ли нам увидеть. Давайте посмотрим. Удастся. Две черепахи у нас здесь живут. Во дворе есть массажные столы. И даже есть печь-штандир. Ну, по-моему, сейчас ее никто не использует. Здесь мы, как правило, завтракаем. Движемся в направлении, в направлении рыбок. Они думают, мы пришли их покормить. Нет, в этот раз еды не будет. Слева от нас есть беседка. Вечерами мы тоже в ней проводим время. Стол, мягкие подушки. Очень удобно. Видите, за забором прям видно море. Это примерно в 50 метрах от нас морской берег. Если выходить из калитки, как мы и делаем. Вот, смотрите. Здесь, когда возвращаемся, моем ноги. Когда с моря возвращаемся, ноги в песке. Ну, давайте посмотрим, как выглядит морская полоса. Песок здесь не белый. Песок вулканический. Море очень теплое. Даже до неприличия теплое напоминает воду в ванне. Берег очень пологий. Нет так, чтобы зашел и сразу глубина. Опять какие-то божества у нас здесь. Когда заходим, здесь повсюду эти фигуры. Вот они, видите? Красавицы. Ну, пойдемте дальше. Здесь мы купаемся, загораем. есть маленький бассейн. Когда включаешь его, здесь вода начинает бурлить. Но мы, в общем, особо этим не пользуемся. На джакузе лись в свое время. Ну, и вот сам основной бассейн. Это вход в одну из спален. Сейчас я все покажу. Сейчас мы пойдем в вилу, в дом и будем все смотреть. Очень много цветов здесь постоянно цветет. Они падают в бассейн. Ну, утром обслуживающий персонал все убирает, соответственно. Ну, вот она и прыгнула на мосты. И поймала мосты. В территории более-менее все понятно. Идем в дом. Вот, видите? Опять всякие разные фигурки у нас здесь. Открываем дверь. Ох, здесь прохладно. Так здорово. Кто-нибудь скажет, разве это здорово? Мы ждем тепла. У нас целых три гитары. Нам можно создавать банду. Давайте посмотрим, как смотрится гостиная. Стол, диваны. Картины, холодильник. Вот, видите? Возле спальни опять друзья стоят. В шкафах находятся чистые полотенца. Здесь народные инструменты какие-то. Вот здесь тоже. Давайте попробуем. Первая спальня. Здесь живут дети. Все кровати с балдахинами, дабы не кусали комары. Ну, также есть всякие разные средства от комаров. Здесь заранее в комнате можно попшитать и комары тоже не беспокоят. Потому балдахины не расправляются. У девочек своя ванна. Как всегда, куча всяких каких-то пузырьков на столе. идем дальше. Вторая спальня, кстати, примерно такая же. Есть кто, нет кто? Ясно, что? Ты там одетая? Да. Ну, я снимаю, хожу в виллу. Так, на всякий случай спрашиваю, а то зайду с камерой. Вот. Это еще одна спальня. Вот в этих спальнях вы заметили телевизора, шкаф. Ну, и, собственно, вот ванная комната тоже. Вкратце покажем. Вот Виктория здесь наводит марафет. Красоту. Лестница вот здесь у нас такая. картины местные. С дизайном все в порядке. Видите, все. Столько всяких интересных фишек здесь стоит. Вот она встречает нас здесь красавица возле лестницы. на втором этаже холл. Бар. В баре холодильник есть. Диваны. С обеих сторон два балкона. Здесь есть приставка Sega. Ну, всякие видюшки смотреть. Все подключено. Кондиционер. Столик. Я здесь иногда просто храпака давлю. Так. Ну, давайте сразу посмотрим нашу спальню. также кровать с балдахином. О, Татьяна Александровна. Все так повели, разбредутся. Вот вид из окон какой. Сразу на море. И во двор. Здесь также давайте откроем, покажем, вид на один из балконов. Вот балкон за стеклом находится. Кресло там. Здесь я сижу, монтирую видосы. гардеробная. гардеробная. Прилично такая гардеробная. Ну, и ванная комната. Опять же, без фигурок не обошлось здесь. Как бы показать так себя, чтобы жиры своей не показать. А? 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 джакузи. Душ. В основном мы моемся в душе. так, ну вот, со спальнями практически все вам показал. Практически все. Осталось показать один из балконов, да? он закрыт. Вот один из балконов, который направо, и вид из него это вид на задний двор. Мы с вами уже смотрели, как выглядит задний двор. А это вид с балкона. На балконе у нас вот такой вот стилизованный стол со стульями. Еще и вот такой стол есть. Шахматы, если кому-то вздумается поиграть. Партеечку другую. Везде картины на стенах. ну и вокруг природа цветы. Вот несмотря на то, что район этот вилок вилле вдоль берега, и народу немного, народ здесь любит тишину. Нужно сказать так. Это не тусовочный район. Здесь нет дискотек, баров. В район, где бары, мы выезжаем вот на нашем автомобильчике. Он, кстати, внизу прямо вот сейчас мы увидим. Вот он стоит, видите? Здесь место, где отдыхает душа и тело. Ну, как и обещал, для всех, кто досмотрел видео до конца, делюсь информацией. Виллу для начала я решил заказать на букинге. Зашел на букинге, отсмотрел очень много-много всяких интересных вариантов и остановился на этом. Но система оплачивать не давала. Зашел на другие сайты поискать эту же виллу. Там она в броне не находилась. Показано, что на эти даты все было забронировано. Вышел на человека, который является менеджером на этой вилле. И, в общем, договорились, что по прилету мы эту виллу оплатим на месте. Так и получилось. Вилла находится в районе Лавина. Это примерно 3 часа от аэропорта Ден-Пасар на севере Балия. Кто ищет уединения, можете останавливаться так. А в целом, из минусов, это действительно далеко от центрального движа. Ну, то есть, даже поехать в аэропорт, порешать какие-то вопросы, а здесь по-другому никак не получается по телефону. То есть, обязательно нужно потратить 3 часа туда и 3 часа назад, весь день в дороге. Это головняк, реальный головняк. Вилла обошлась нам в 200 долларов в сутки. Если учитывать, что там 4 спальни, остановиться легко могут ну, минимум 2 семьи с детьми, как у нас, то по 100 долларов на семью. Вилла очень комфортная, все очень удобно было, но вот за исключением, что удаленность от центра была большой. На этом у меня все. До скорых встреч! Не забываем смотреть сторисы, ну, а под видео ставить лайки и комменты, что вас еще интересует на Бали, что вас ну, а мы надеюсь скоро отправимся домой. Всем привет! До скорых встреч!